В названии выставки, посвященной 130-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка, живописца Аркадия Пластова, сотрудники Госархива Ульяновской области вынесли слова самого художника. Быть только живописцем и никем более. Именно так 15-летний Аркадий Пластов шептал пересохшими от волнения губами любой с весной 1908 года на работу кудрявых и веселых богомазов. А имя Аркадия Пластова – это одно из тех имен, что прославило наш край, и его родное село Преслониха значит для нас то же, что Михайловская в связи с Пушкиным, Ясная Поляна в связи с Толстым, Тарханов в связи с Лермонтовым. То есть это действительно истоки, которые питали его творчество, которые его всю жизнь вдохновляли. И Преслониха фактически, и ее жители были его героями на протяжении всей жизни. Выставка повествует о корнях Аркадия Александровича, но экспозиция начинается с первые представленного плана Преслонихи за 1855 год, то есть задолго до того, как там поселились Пластовы. А стали они жителями этого села после того, как в 1874 году получил туда назначение псаломщиком в церковь дед-художника Григорий Гаврилович. Мы здесь как раз показываем документы, связанные с ним. К сожалению, связанные с таким печальным поводом, как его кончина. В 1887 году он не застал своего великого внука. Духовное завещание он составляет 15 мая, а буквально через несколько дней, 19 мая, умирает. И запись о его кончине подписана в том числе и исполняющим должность паломщика Александром Пластовым, то есть уже его сыном и отцом Аркадием. Впервые выставка знакомит с ревистскими сказками, где есть записи о прадеде Пластова Гаврииле и прапрадеде Стефани, который был священником. Из метрической книги можно узнать, что отец Пластова родился в селе Тетюши, Ордатовского уезда Симбирской губернии, современной Нижегородской области, венчался в селе Ляховка. Позже он служил псаломщиком Богоевренской церкви села Преслониха. В экспозиции представлены фотографии деда Аркадия Александровича по материнской линии Ивана Васильевича Леймана и его мамы Ольги Ивановны. Впервые на выставке показана метрическая книга Богоевренской церкви села Преслониха с записью о рождении 18 января по старому стилю Аркадия Пластова. Только недавно, в последние годы, нам из архива ЗАГСа эта книга поступила. То есть до этого мы её не имели. Причём, что интересно, под записью о рождении Пластова имеется приписка, что в 1912 году ему была выдана справка о рождении. Это как раз год, когда он поехал поступать в Москву, учиться на художника. Симбирский период жизни юного Аркадия раскрывает документы, которые свидетельствуют об его учёбе в духовном училище и духовной семинарии. Материалы о его первом учителе на стезе живописи Дмитрия Ивановича Архангельском. О первой выставке ранних работ Пластова в 1915 году в училище на Гончаровской улице. В 1940-е и 70-е годы Пластов уже признанный мастер, лауреат Сталинской премии, депутат Ульяновского областного совета. О нём пишут журналисты, его снимают профессиональные фотохудожники и фотографы-любители. В экспозиции есть несколько писем, написанных рукой Пластова, воспоминания разных людей, встречи с академиком из Преслонихи. Именно так называли Аркадия Александровича. Ирина Антонова, Бахтиер Салтанов, Уллправда ТВ.